Вся страна! Всем привет, друзья! С вами проект «Борода Абата» и у нас в гостях полузащитник национальной сборной Казахстана и польского клуба «Висла» Георгий Жуков. Георгий, ты какое-то время отсутствовал в национальной команде. Как переживал в то время? У меня были проблемы с документами, которые, как видите, я решил. Но, тем не менее, следил за командой. Очень рад, что хорошие результаты смогли добиваться. А я всего лишь приехал помочь и надеюсь, что помогу команде. Ну вот это было ощущение, что со стороны смотришь, ребята играют, и тебе тоже хочется, тянет. Конечно, это же очень круто играть за сборную против таких команд. Тем более, Франция, Украина. Я смотрел, очень хотел играть, но такие обстоятельства сложились, то, что не мог никак. И, как уже говорил, очень рад, что вернулся. А вот эти все разговоры о том, что ты якобы не хочешь играть за сборную, это все ерунда? Если бы не хотел, я бы и не приехал. Просто почему мы эту тему поднимаем, сам понимаешь, да, вот этот был пост, где ты там писал, там, я в сборную играл, там, из-за уважения к Айрату Савитовичу. Я понимаю, что люди просто не так поняли мысль. Ну, может быть, и я не так объяснил. Просто, честно вам сказать, я особо не читаю новости, что пишут про меня. У меня есть своя точка зрения, а как преподносят или как хотят преподнести народу, это уже на их совести. Я никакую за себя не чувствую вину. Я, как видите, играю и думаю, мои поступки говорят сами о себе. Дела говорят больше, чем слова, да? Да. До того, как у тебя появился вариант в Польше, у тебя еще другие варианты были, насколько известно, да? Конкретики прям не было, просто висла, самая первая вышла на меня с конкретным предложением. Ну, то есть с контрактом. И я не стал рассчитывать или надеяться на что-то более лучше. Для меня этот вариант подходил именно в спортивном плане. И я немедленно на него соглашился. Вот и все. А тот факт, что ты чуть ли не в 10 раз проиграл в финансах, ни о чем не говорит? Именно в этот момент я об этом не думал, потому что я знаю, если хорошо буду играть, то, что снова смогу и заработать побольше. Для меня главное было попасть туда, а там уже сам докажу. Ну, слушай, а когда ты приходил в Вислу, ну, клуб такой вот был, очень сложные времена у него были, да? Да. И с финансовой точки зрения все тяжело было, и команда находилась, чуть ли не взор у меня вылита. Не было страха вот этого, куда я еду? Я думаю, если бы не было у этой команды такие трудности, они бы меня, может быть, и не взяли. Поэтому все сыграло мне на руки. И когда я пришел туда, как раз сначала мы на поле, решили все задачи, и с финансами все как бы уравновесилось, все пришло в порядке. Наладилось сейчас, да? Да, наладилось. То, что обещали, то и сдержали свое слово. Как бы все нормально. Ну, вот болельщики Вислы очень там лестно отзываются о человеке, ну, называют его чуть ли не спасителем клуба, да, это Куба Блащиковский, да? Да. Ну, ты с ним, естественно, знаком, очень близко. Какое впечатление у тебя о нем? Ну, это большой футболист, человек Баруси Дорхманска играл. Да, он очень хороший человек, в первую очередь. И очень порядочный. И, да, классный футболист, конечно. Без него Висла бы, наверное, не выжила эти времена. Поэтому понятно то, что все болельщики, весь Краков его носит на руках. А к тебе как относится? Ты уже адаптирован, ты тебя там за родного уже держит? Я думаю, это его заслуга, ну, как бы его мнение решило, то, что меня взяли в Вислу. Потому что, когда я пришел, думаю, он единственный был, который во мне что-то увидел. И думаю, я потом сам доказал, но он как бы дал этот толчок и мотивировал меня, который мне придавал этой уверенности, которой мне нужно было, чтобы хорошо начать. И да, я с ним в очень теплых отношениях, и он старается всегда, чтобы люди, которые, ну, приезжают из других стран, чтобы они себя комфортно чувствовали, тоже в этих моментах он поддерживает. И в целом он очень грамотный человек, интересный, веселый, на позитиве, невысокомерный. Мы для него, ну, его команда, как, ну, как дети, можно сказать. Он самый старший, самый опытный, он настоящий лидер. А вот когда ты впервые вышел на поле в матче чемпионата Польши, почувствовал сразу уровень между чемпионатами Польши и Казахстана? Почувствовалось, знаете, другое. Просто создалась такая атмосфера, к которому первый раз столкнулся, потому что болельщики в Висле – это что-то такое… Ну, сами понимаете. Скайратовский мог бы сравнить? Ну, там в Висле, там ультрас, они это с поколения до поколения переходят. Они, можно сказать, немного бешеные. Они могут даже футбол не смотреть, им главное шум создать. И вот именно вот это, эти условия, которые создаются на трибунах, они потом передаются на поле. Мне потом сказали то, что я могу бегать как сумасшедший, как угорелый, и то, что у меня большая выносливость. Но дело не в этом. Просто создались такие условия за то, что и после этого я начал… Ноги сами бегут. Да, ноги сами бегут. Всего лишь поменялись обстоятельства. Я смотрел пару матчей чемпионата Польши, по-моему, с Полонией вы играли, с Иглонией. Ну, мне показалось, что чемпионат Польши, он такой, он быстрее, динамичнее и жестче. Ну, это да, динамичнее в плане… Каждая команда очень уверена в себе и хочет выиграть. То есть не ждут, везде прессингуют. И даже по статистикам, как я недавно случайно мне друг прислал статью, я сам удивился, то, что в Польше больше на втором месте вроде по интенсивности. Именно вот беговой. И, ну да, в этом плане в Польше можно сказать, что темп очень высокий. Это я ощутил. Первое время я чисто за счет эмоций выгребал, потому что темп для меня был на самом деле немного даже высокий. И после игры я 3-4 дня чисто восстанавливался, потому что все ресурсы полностью уходили. То есть для меня это были необычные игры. Я полностью как на какой-то финал выходил, потому что надо было, да, адаптироваться. А почему, как ты думаешь, Висла долгое время шла в аутсайдерах? Что не получалось? Я думаю, именно в Польше играть в Висле – это не очень легко, потому что идет большое давление со стороны извне, из журналистов, из прессы. Другие футболисты всегда вдвойне мотивированы играть против Вислы, потому что Висла – это для них, там считается в Польше, как топ-клуб. И, естественно, футболисты, они ощущают за собой эту ответственность, но с каждым поражением все больше и больше мандража у футболистов. Это ощущается, когда мы один-два раза подряд проиграли, уже у нас не та игра, которая вот до того, как мы хорошо идем. А у других команд нету этой проблемы, потому что они себе играют без давления. А у нас как бы команда не такая сильная в данный момент, как у лидеров, но ожидания такие же. И вот это давит. Как я понимаю, Висла – это польский Ак-Тюбе. Да, да, да. Я тоже сравнивал с этим. Твое игровое время составляет примерно 42% от общего количества игрового времени. Как думаешь, почему тебе не всегда тренер доверяет место на поле? В начале сезона руку себе сломал. Из-за этого я не играл. Потом приехал в сборную. До этого перерыва команда выиграла против Леги. И все, как бы тренер решил не поменять команду, которая выигрывает. И я просто продолжал работать. Дальше, как бы, я в себе уверен. Последние три игры все в старте вышел. Хорошо отыграл. К сожалению, результаты не пошли. Ну да, есть такое, что полное доверие нету. Надо именно вот заслуживать, доказывать. И, ну, такой мой путь. Для меня проблем нету. Я не могу контролировать решение тренера. Могу контролировать только свой вклад, свои усилия. И это то, что я делаю. А там, как получится, так получится. А когда, как ты думаешь, Висла снова будет бороться за высокие позиции, как та же Легия? Я не знаю, я думаю, если бы я это знал, то тем более бы люди с руководством, и мы бы уже были бы наравне. Пока, к сожалению, сложная задача. Стараемся. Время покажет. Но по составу Висла не сильно отстает от лигеров, да? По составу, в принципе, у нас хороший состав, у нас достаточно качества. Я думаю, проблема больше в психологическом плане. То, что не всегда мы можем справляться с давлением, когда становится немного тяжелее, в трудных моментах. Мы не идем вверх, а нас подавляет это состояние. Из-за этого, как бы, раненое животное сожрут. Слушай, а вот я сколько общался со специалистами, которым доводилось с тобой работать, они мне всегда говорили, что Жора — это футболист, который хорош именно в состоянии стресса, да? Когда вот есть давление, когда вот ему нужно бороться за место в составе, конкурировать, доказывать. Вот тогда ты прям вот свой лучший футбол показываешь. Ты за собой замечал такое? Да, кстати, я об этом тоже думал, и с этим я согласен. Только я не понимал никогда, почему вот мне надо находиться в таком состоянии, а кому-то не надо. Но в то же время для меня это как плюс выходит, потому что когда у меня появляется этот азарт и борьба с тем, что я не согласен с чем-то, у меня начинается игра улучшаться от этого. И я как бы со временем созрел и более спокойно ко всему отношусь и не так уже переживаю. Ну да, действительно это так, то, что вот какая-то вот в мою сторону, что я ощущаю как несправедливость, оно меня толкает наоборот вперед. И я в трудных минутах, в сложных играх я могу на себя брать ответственность и наоборот ничего не боюсь. Ты не из тех, кто записает, да? Нет. Вот может быть поэтому, да, ты вот когда в Кайратном завоевывал постоянно серебряные медали, ты вечно был недоволен этим? Нет. Потому что ты же пришел из Астаны и был чемпионом. Да. Ну как недоволен? Ну а что поделать? В карате сложный был период в моей карьере, честно признаюсь, много с чем я был не согласен там и ничего не поделаешь. И вот такое состояние, конечно, вот подавляет, когда ты ну когда ты ничего не можешь сделать в ситуации. Так считаю то, что мы не заслуживали тогда быть чемпионами. Ну как я считаю то, что Астана была сильнее и они стали чемпионами. У нас были моменты, когда мы могли стать чемпионами, но мы этого не сделали, поэтому считаю, что это была наша вина тогда. Вот в одном из интервью ты сказал, что у тебя тяжело шло общение с местными игроками в Кайрате, то есть не было друзей, да, я так понимаю? Не, не то, что не было друзей. Была ситуация такая, что ну в Кайрате любой тренер, который там находится, понятно, легионеры, они должны играть, потому что они сильнее. Это такой, у них в голове такой стереотип, неважно кто там находился. Мы им денег больше платим. Да, им денег больше, но они будут играть, с ними я не могу конкурировать, получается. А когда речь идет о казахстанских футболистах, про меня тоже особо нет, кто-то, который вот говорит, вот у нас есть Жора, ну потому что я для казахстанцев тоже как бы легионер, как будто и не легионер, и вот здесь. Свой среди чужих, чужой среди своих. Такая ситуация была немного сложная для меня, именно вот для тренеров, которые вот приходили, и они всегда смотрели, а это кто такой. Ну и вот с этим я боролся постоянно, ну потом уже что поделать. А себя сам внутренне кем ощущаешь, казахстанцем или все-таки иностранцем, тем более, что ты большую часть своей жизни провел в Европе? Знаете, вот до 14-го года, когда я еще не был в Казахстане, я себя ощущал бельгийцем. Но со временем, когда есть что сравнить, я всегда пытаюсь что-то вот хорошее брать от своего опыта. И в целом, как я понял, то, что все равно мне ближе что-то вот, не говорю именно казахского, ну СНГ, потому что, ну ментальность, казахский я не знаю, поэтому не могу сказать точно о менталитете. Ну, как с людьми здесь общался и тоже в России, где я играл, чувствую, что менталитет СНГ мне все равно чуть ближе по душе. Особенно, когда я начал больше понимать менталитет и язык стал у меня лучше. Я понял то, что вот это мне все-таки больше нравится. Ну, не все, конечно, но в целом, да. А в Кайрате я знаю, что в хороших отношениях ты был с Андреем Маршавиным. Продолжаете общаться? Ну, сейчас редко уже. Иногда бывает, переписываемся так слегка. Но сейчас общих таких тем пока нету, поэтому все на уровне Инстаграма, там лайки, комментарии, вот так вот. Ну, вот понятно, что там играл рядом с тобой там большой футболист Андрю Харшавин. А в быту вот как с ним общаться? Он простой или звездный? Нет, он не простой. Ну, он не звездный. Это точно нет. Но интересный человек. Есть какие-то моменты, которые он мне научил тоже, как относиться ко всему. Ну, такой пофигист. По-своему он прав. С тем, что он имеет, в каком положении он находится. Он как бы все правильно делает. Молодец. Вот в Словакии играет чешский защитник Юрий Медведев, который в Актубе родился. Он говорил, что ты с ним общаешься и вроде как даже звал в Астану и сборную Казахстана. Правда? Он у меня спрашивал, как в Казахстане, как в Астане. Сам меня нашел как-то в соцсетях. И вот так мы попереписывались. И единственное то, что я ему говорил, это положительное то, что ну да, вот в Астане, где на тот момент играл, у нас все хорошо. Вот мы играем в Еврокубках. Он тоже думал о том, чтобы переехать в Казахстан. Я ему посоветовал, да, решение за тобой. Здесь все нормально, как бы все хорошо. Но он бы усилил сборную, как думаешь? Честно, я его не видел как футболиста, но смотрел то, что он в Слово не играет, да, Братислава. Думаю, однозначно бы усилил. Если он там играет в основе в Еврокубках, думаю то, что да, парень бы усилил сборную Казахстана. Давай чуть отойдем от, тоже опять в те же времена, да, когда ты переходил в роду голландскую. Там же тоже был вот этот переломный момент, когда там в Астане есть хорошие финансовые условия, там у тебя было гораздо все скромнее, и к тому же там еще и налоги бешеные. Ты тогда поехал ради футбола? Да, исключительно ради футбола. Ну, конечно, Эридивизия хороший чемпионат. Тогда я был еще очень молодым, можно сказать, и в Астане два раза стал чемпионом, и попали в Лигу чемпионов. Я очень дорожу этими воспоминаниями, и на тот момент я понял то, что, ну, выше уже не получится, и решил идти вот своей дорогой. Вообще, какое впечатление у тебя сложилось о том периоде? Ты там регулярно играл бы в Еврокубках основного состава? В Астане? А, вроде. Да, мне очень понравилось. Но тогда я еще не был таким футболистом, как я сейчас. Если бы я тогда был более зрелый, думаю бы, в Голландии бы мог заиграть бы еще намного раньше. Но я очень благодарен там тренеру, который мне доверял. К сожалению, не получилось остаться, потому что я был тогда в аренде вроде, а Стандарт меня не хотел отпускать туда, потому что они не могли заплатить никаких денег. Стандарт хотел хоть какую-то копейку заработать, и я как бы ждал, ждал, и они меня отправили в дубль и ожидали, что кто-то за меня заплатит деньги. И меня эта ситуация тогда напрягала, я хотел перейти в роду, а все это время затянулось, затянулось, и уже я как бы согласился перейти в Урал тогда. Но об Урале у тебя не самые лучшие впечатления, как мне показалось, да? Да нормально, я вот так подумал и пришел к выводу, то что это моя вина была там, что не сложилось, потому что надо было показывать характер. Ну знаете, вот я думал то, что вот все, меня взяли, хорошую зарплату поставили, я должен играть обязательно. Пару раз меня как бы проигнорили, не сыграл, и я тоже не то, что сдался, но требования к себе снизил. И думал, ну окей, не хотите, не ставьте меня. И виновател их, а не себя. Должен был, в принципе, все нормально было, с ребятами нормально общался, должен был просто перетерпеть. Да. Если б я был, ну, морально, психологически недостаточно был силен, чтобы преодолеть эти моменты. Вот после этого тебе Кайрат Цветаевич позвонил уже, да? Да. Что сказал? Он сказал, ну, привет, Георгиевич, ну что, это как дела? Я сказал, ну так, не очень. Он сказал, ну давай, переходи в Кайрат. Я как бы согласился. Но ты же не хотел в Казахстан ехать еще, ты же пытался тогда в Европе заиграть. Да, я пытался, но с другой стороны, вот после Урала я в психологическую такую яму попал, то, что хотел оттуда выбраться. И вот как бы тоже Кайрат тогда, ну, судя, вот очень амбициозные планы были, состав тоже. Я подумал, а почему бы нет, да? Может и сложится все очень хорошо. И я более вот с этой точки зрения вот на это все смотрел. И поэтому решил перейти в Кайрат. И потому что, ну, первый мой период тоже в Казахстане он был удачный. Я думал то, что, ну, смогу это повторить. И Алмата тоже как город и все. И знал про какой Кайрат клуб профессиональный. То, что там очень все хорошо налажено. И я подумал то, что, ну, почему бы нет на самом деле. Не в кайсаже едешь, да? Ну, Кайрат это Кайрат, это все равно, это топ-клуб в Казахстане. Поэтому на тот момент, думаю, поступил правильно. Потому что, ну, других предложений у меня тоже не было. Но Кайрат тебе помог из этой психологической ямы? Именно в этом психологическом состоянии я сделал правильный выбор. Считаю, да. Но Кайрат помог выбраться из этой психологической ямы? Или еще дальше загнал тебя? Да нет, в целом все нормально. Просто, да, были какие-то трудности. Но как футболист я не смог раскрыться в Кайрате. К сожалению, это факт. Но вот когда Наполе выходил на каком-нибудь огороде в Талдыкургане, где-нибудь в Казахстане, не было такого? Нафиг я сюда вернулся? Да нет, не было такого. Цель, потому что было стать чемпионом. И в тот момент ты, в этот момент разницы нет, где ты играешь. Не думаешь об этом. Ну, я понимаю, что сложнее, когда ты играешь в чемпионате. Ну, там легионеры приезжают, которые уже поиграли в топ-чемпионатах. И потом им бывает, что сложно психологически себя зарядить в каких-то обстоятельствах. Это нормальный такой психологический фактор. Но главное, чтобы была мотивация, амбиция. И в этом плане, да, иногда бывал тоже какой-то спад. Слушай, ну, тем не менее, у тебя вот ты, когда играл в Кайрате, Криш, у тебя не смог раскрыться в Кайрате по полной мере. В то же время, вот ты тогда играл в сборной. И, ну, вот ощущение было, что это два разных футболиста. В сборной это был Супер Жуков. Почему, то есть, в чем именно вот это было у тебя, скованность внутренняя? Не то, что скованность. Просто то, что я чувствовал, это то, что в Кайрате в меня особо не верят. И это передается и футболистам, и так далее, и так далее. Я не чувствовал то, что всё то, что я, как бы, делаю, по-своему это хорошо. Ну, особо никто на это внимание не обращал. И после такого, как бы, своя внутренняя... Ну, идётся, ведётся постоянно какая-то борьба доказать, что ты вот всё-таки... А когда люди, ну, не хотят просто это видеть в тебе, то смысла нету. То, как бы, это никак не получится уже. Вот, я так считаю. Вот даже сейчас я, например, приезжаю в сборную, и это совсем разная ситуация, чем когда я вот играл в Кайрате и переходил в сборную. Ребята сейчас на меня смотрят и автоматически считают, что я стал сильнее. Хотя это всего лишь у них в голове. Да, я стал сильнее, но даже если бы я не был сильнее, они бы на меня смотрели, как будто я бы стал сильнее просто потому, что я играю в Висле. А когда я в Кайрате был и делал те же самые действия, никто это, ну, как бы, не обращал на это внимания. То есть ты был такой же, как и все? Да, такой же. Хотя я считал то, что я всегда мог бы, если бы мне дали бы эту ответственность и веру в себе, я бы мог быть лидером. То, так же, как и были лидеры, кто играли в Кайрате, ну, просто им уже лучшие карты, как бы, отдали, а мне вот… Козыря у них. Да, козыря у них. Козыря у них, я, да. Не, просто, как дела, как в жизни, как у меня дела, там, про семью спрашивали, ну, и так же быстренько, какие у него планы. А такого не было, то, что, как ты здесь оказался. Думаю, что футбол – это такая штука, то, что очень непредсказуемая. Кто-то вот из ребят, которые считались такими же талантами, как Лукако, они вообще сейчас не играют в футбол. Их никто и не берет, и на них крест поставили, поэтому все, как бы, спокойно к этому относятся. Тоже, кому-то больше повезло. То, что я в Казахстане играю за сборную Казахстана, там, в Кайрате, ну, это мой путь. Никто, как бы, себе не задает вопросы, что, о, мы же вместе играли, а ты теперь что, в Казахстане. Ну, у каждого свой путь. Не, я имею в виду, что вот в Академии тебя же воспринимали как бельгийца. Многие, наверное, не знали, что ты вообще родом из Казахстана. Или все-таки ты говорил? Нет, знали, знали то, что, да, ну, воспринимали меня как бельгийца. Сейчас, потому что я уже заигран за сборную, у меня вот везде флажок Казахстана, все меня воспринимают как казахстанца. Вот это, да, есть такая разница, когда я раньше еще не был заигран как казахстанец, везде, ну, как бы думали то, что я бельгийц, а сейчас думают, что я казахстанец. А вообще вот это вот поколение бельгийское, там, Дебрюне, там, Азар, Лукаку, ну, это ребята примерно твоего возраста, там, плюс-минус. В чем секрет вот этого бельгийской, ну, много об этом писали, что там детский, юношеский футбол развивали, ну, ты как человек, который все это изнутри видел, который вот вырос. Ты можешь объяснить, почему вот такое суперпоколение выросло у бельгийцев, и ты в том числе тоже же из этого поколения? Да ничего особенного, если честно. Ну, сильные футболисты, это понятно. В хороших чемпионатах играют, и постепенно растут мотивация, хорошие, да, ну, скауты постоянно приходят, их смотрят, развиваются, и шаг за шагом добиваются своих целей. Все очень просто. Знаешь, Жора, лет 10-12 назад был такой проект, Оле Бразил, туда отправляли футболистов, в Бразилию. Проект провалился, по сути, никто толком не заиграл, ну, парочка игроков только играет, там, где-то. Вот если бы казахстанцы тогда отправляли в Бельгию, был бы толк из этого проекта? Как думаешь? Все-таки ты же через все ступеньки прошел. Ну, я не знаю, возможно, возможно. Но, думаю, все равно, зависит более от самого человека, думаю. Можно в любых условиях вырасти сильным футболистом. Вот посмотрим, сейчас мы играем против Боснии. Там ребята, да, как Пьянич. У них, ну, мы были в Боснии, такие же условия, как и в Казахстане. Он сами себя, как бы, сделали. Думаю, нету проблем, кстати, вот у нас Бахтер Зайнудинов играет в ЦСКА. Ну, у нас, видишь, единичные случаи, а Бельгия, как будто они на поток уже поставили. Каждый год выходят супер игроки. Футбол детский хорошо развивают, да? Думаю, там очень много футболистов. В каждой деревне есть своя команда. И там, да, можно собрать, скажем, ну, 30 Зайнудинов. А здесь есть один, например. Ну, там просто, наверное, да, больше конкуренции, больше футболистов тоже. Тоже, ну, в Центральной Европе находятся. То есть, возможности много себе показать. Ну, ты летом после сезона был в семье родном. Я видел, как там детскую футбольную школу поддержал, подарки там привез, им форму, мячи и так далее, да? Да. Ну, ты видел в Бельгии, в каких условиях дети тренируются? И ты видел в семье. То есть, контраст большой? В целом, да. Большой контраст. Ну, поле чуть лучше в Бельгии. Тренера, может быть, более деталей знают. Ну, и как бы все. Мяч круглый. Но дети везде одинаковые, да? Да, да. Думаю, у всех возможностей есть, чтобы развиваться. Просто, думаю, зависит. Опять же, надо создавать какие-то обстоятельства, за счет чего хочется расти. Чтобы появлялась какая-то мотивация. Думаю, вот ребята, которые там в семье занимаются, у них не хватает каких-то триггеров, какой-то веры. Ну, играют они там на это поле. Тем более, комбанды нет. Никогда они не могут подумать, что они станут сильными футболистами. Вот ты Баху упомянул, да? Вот он сейчас стабильно играет в ЦСКА, в чемпионате России. У тебя есть в планах мысли вернуться в чемпионат России и доказать что-то тому же Уралу или Иванову? Доказать? Нет. Я никому не должен ничего доказывать. Ну, хочется в России? Я не знаю. Я сейчас очень счастлив в Висле. И мне нравится играть в чемпионате Польши. Хотелось бы добиться хороших результатов там. И больше я стремлюсь дальше играть в Европе, конечно. Ну, это мое желание. Посмотрим, как все получится. А так, в России тоже сильный футбол очень. Тоже очень много сильных команд. Я как бы хочу делать прогресс. Это основное. Там какие команды, неважно. Считаю, что если уходить из Вислы, то желательно в команду, которая сильнее. А в какой стороне, это уже, думаю, не так важно. Главное, чтобы был прогресс и перспектива. Вот ты мне как-то в интервью рассказывал, что тобой команда серии А итальянская интересовалась. Это давно было, да. Ну, расскажи про это. Ну, мне агент, с кем я работал, тогда говорил, что меня хочет Кротоны. Они тогда вышли из серии Б. Да, из серии Б. И тогда и Урал меня хотел. Но я как бы не хотел ждать. Но таких разговоров очень много. Я слышу про многих футболистов. Интересуется эта команда, эта. Но в итоге никуда не переходят. Ну, думаю, аналогичная ситуация была и со мной. То, что было всего лишь под вопросом. Может быть, рассматривали меня как кандидатуру. Но разница большая между попасть в команду и когда тебя рассматривают. Это небо и земля разница. А вот конкретно какие-то варианты были, куда ты уже должен был перейти, но трансфер сорвался? Нет, такого не было. Не было никогда. Вроде не было, нет. Давай вернемся к семею. Ты видел этих мальчишек, которые в футбол играют. Ты говоришь, что триггеров вот этих нет. А то, что из семьи команды нет в премьер-лиге, это тоже влияет? Что вот дети вот смотрят, а смысл мне сейчас пахать, где я потом играть буду, если в моем городе команды нет? В Алтай можно перейти. В Алтай во второй лиге же играет. Ну, там доказывать, показывать себя. Почему нет? Ну, я не знаю, почему нет команды в семье. Это уже вопрос, там, к Акиму, наверное, да? Жаль, конечно. Помню, играли против семей. Нормальная команда была. Слушай, а есть у тебя там в планах попробовать, не знаю, как-то там в семье обосноваться, там что-то сделать, там, не знаю, поле постелечное такое? Сейчас это модно просто отдавать, скажем так, дань родной земле. Ну, пока таких планов нету. Посмотрим, как будет в дальнейших. Сейчас об этом еще не задумывался. Давай к Польше вернемся. Я знаю, что ты несколько языков знаешь, да? То есть, а польский освоил уже или как там, с кем, как объясняешься? Английский? Ну, на футбольном языке уже все понимаю. И в целом, да, понимаю то, что люди мне говорят. И могу уже кое-что говорить, но еще не полностью владею. Но он похож немного на русский, поэтому быстро адаптируюсь, осваиваю. Дэвид Мау тоже играл там у вас, да? Да. Сейчас тут он в Шахтере, он один из лучших игроков. В Житесу был, здорово играл. А у вас почему у него не сложилось? Конкуренция. Думаю, он неплохо начал, но потом у нас был очень эмоциональный тоже тренер. И ему не понравилась его игра. И после этого, как бы он уже шансов не получил, чтобы исправиться. Вот так вот. А вы с ним там общались близко? Да, мы хорошо общались. Он на русском разговаривает. И мы с ним, да, всегда постоянно общались. И как футболист он мне тоже понравился. Хороший футболист на самом деле. Ну, вот так у него сложилась судьба Вислии. То, что не получилось, бывает. Ну, вот в Польше есть Легия, да, команда, которая, ну, регулярно в Еврокубках играет, там, играла в Лиге чемпионов и так далее. Ну, понятно, большой бюджет у этого клуба. Как конкурировать вот с такими командами, когда в Польше реально обыгрывать Легию? Или это как в Казахстане, там, тяжело же, вот, а станут оболы обыграть? Легия сейчас на 15-м месте идет, их постоянно обыгрывает в чемпионате. Поэтому в Польше все реально, можно любую команду обыграть, неважно, какой бюджет. Бывает то, что игры сложнее с маленьким соперником, потому что они так носятся, такие голодные. Они хотят очень попасть в лучшую команду. И думаю, вот это очень сложно, когда ты играешь против соперника, у кого больше мотивации. Думаю, потому что на классе в Польше сложно выигрывать. Если Легия или Лег Познан играют без желания, то они попадают. Поэтому только, когда они на 100% идут в бой, то тогда они могут одержать победу. Ну, а так, как конкурировать? За счет структуры игры, за счет хороших взаимодействий, понимания футболистов. Поэтому в Польше стабильно играют те команды, которые уже на протяжении нескольких лет с друг с другом. Сыгранность. Да, сыгранность, костяк. Вот у них стабильность. Такой серьезный чемпионат в Польше, на самом деле, я смотрел его. Ты когда туда, появился у тебя вариант с Вислой, ты случайно там не спрашивал мнения, там тоже Хижий, Абзалаби себе, которые в Егелоне играли? В Коронакельце играли. А, в Короне, да. Да, я спрашивал у Абзала, какой там футбол, и он мне рассказал, что хороший уровень, скоростной подачи и так далее. Как бы я тогда уже принял решение перейти в Вислу, но мне было самому интересно, что ожидать вообще, потому что польский футбол я не знал на тот момент, и мне было, да, интересно. Я, как бы, довольно тоже удивился, когда приехал туда, то, что ожидал уровень чуть-чуть пониже, но оказался хороший. Можно даже сравнить примерно с бельгийским. Последний вопрос. У тебя есть возможность обратиться к тем болельщикам, которые хейтили, писали какие-то вещи? Может быть, что-то хочется сказать все-таки? Ну, что сказать. Ну, оправдываться я никак не хочу, потому что люди, которым реально интересно, они бы лично от меня бы спрашивали кое-что им надо. А так, конечно, легко сделать какие-то выводы или реагировать на эмоциях. Я не хочу играть в эти игры. Просто то, что могу сказать, то, что я игрок сборной Казахстана. Здесь мы собираемся с командой и играем только за честь страну. Бонусов, каких раньше у нас нету. Мы играем исключительно за страну и за уважением друг к другу. Вот сейчас у нас такой коллектив. Очень благодарен тренеру. И то, что я здесь нахожусь, я мог бы не приезжать. Как бы это мое желание. И я очень рад, что меня все хорошо приняли. И на поле тоже я полностью стараюсь приносить пользу. И на тренировках подсказывать. В общем, этим все сказано, да? Да, я думаю, этим все сказано. Думаю, что люди тоже не понимают, что я принял гражданство Казахстана. Я не отказывался. Я не хотел, как это сказать, из Казахстана уйти в Бельгию или из России. Я наоборот принял вызов играть за Казахстан. Потому что изначально я являлся гражданином России и Бельгии. Поэтому, думаю, люди не так интерпретируют, как оно есть. Спасибо. Это был очередной выпуск проекта «Борода Абата». С нами был полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков. Большое спасибо тебе за подробные ответы. Удачи. Хорошо, спасибо. Удачи. С вами рубрика «Инсайды» от Митарейтинс КЗ. Бывший полузащитник национальной сборной Казахстана Бауржан Джелчев намерен вернуться в большой футбол. Напомню, он с декабря 2015 года не играл на профессиональном уровне и с тех пор находился без команды. Хотя предпринимал ряд попыток вернуться в профессиональный футбол. Сейчас он активно тренируется и намерен отправиться на просмотр в один из клубов казахстанской премьер-леги. Ранее им интересовались такие команды, как «Экибастуз» и «СД Фэмили». Смотрите рубрику «Инсайды» от Митарейтинс и проект «Борода Абата».